Приветствую всех зрителей и подписчиков на нашем канале. Главный вопрос, чей шлем был лучше, советский или немецкий? Исходя из данных, полученных комиссией РКГА в результате испытаний, и такие испытания на самом деле были, результаты оказались неоднозначные. Но обо всем по порядку. В декабре 1942 года по распоряжению члена Государственного комитета обороны СССР Микояна сформировали комиссию под руководством заместителя главного интенданта Красной армии генерал-майора Колесова. Ее задачей было сравнительное испытание стальных шлемов отечественного и немецкого производства. В комиссию вошли представители главного интендантского управления наркомата черной металлургии завода номер 700, а также броневой лаборатории НИИ номер 13 наркомата вооружений. Испытания проходили в два этапа. Первый состоялся в период с 10 по 16 января 1943 года в Тиле завода номер 700 в Лысьве. Второй – 7-12 февраля на научно-исследовательском полингоне стрелковых вооружений Главного артиллерийского управления в подмосковном Щурово. Испытанию подверглись советские шлемы СШ-40, сделанные из стали марок И-1 и И-2, а также трофейные немецкие шлемы. Модели немецких шлемов определены не были, однако все они были захвачены во время боевых действий. Следовательно, можно предположить, что это были современные модели М-40 и М-42, хотя могли быть и М-35, и даже М-18. Вместе с тем, существует информация, что к 1943 году старые образцы немецких шлемов перестали использоваться в задействованных в боевых действиях частях, и если таковые устаревшие шлемы имелись, они были заменены на более новые. Только в тыловых и полицейских подразделениях разрешалось использовать шлемы старых образцов. Первый этап испытаний включал определение химического состава сплава, который использовался для изготовления шлемов. Следующий этап испытаний – обстрел и близкие подрывы боеприпасов. Стрелять предполагали из 7,62-мм винтовки Мосина образца 1891-1930 годов, патроном, рассчитанным на дальность 800, 900 и 1000 метров. И из 7,62-мм револьвера Нагана образца 1895 года с дистанцией 10 метров. На втором этапе, кроме винтовки Мосина и Нагана, шлемы были обстреляны из ППШ боевыми патронами с дистанцией 115 метров, из ТТ с дистанцией 65 метров. Под конец испытаний подрывали 82-мм минометные мины на расстоянии 2 метров. Обстрел в ТИРе и на полигоне велся по незакрепленным корпусам шлемов без подтулейного устройства с трех сторон – лобовой, боковой и затылочной части. Зачету в ТИРе подлежали только попадания в определенную область шлема, не засчитывались касательные попадания, попадания ближе 20 мм от предыдущего или от заплепки отверстий для вентиляции. Глубина вмятин у шлемов, выдержавших испытание, замерялась. Результаты фиксировались в двух журналах параллельной записи. Вдобавок в ТИРе завода номер 700 дополнительно фиксировалась скорость каждого выстрела патроном с приведенным зарядом. Такие достаточно жесткие условия испытаний позволили объективно оценить качество продукции завода номер 700 в сравнении с немецкими касками. На испытаниях участвовали советские СШ-40 из стали 36 СГН – 620 штук, из стали 36 СГ – 298 штук, немецких шлемов – 270 штук. Наравне с этими шлемами были испытаны опытные СШ-40, изготовленные по новой технологии однопереходного штампования. Задач у испытаний было несколько, решали целый спектр вопросов. Соответствуют ли штатные шлемы СШ-40 техническим условиям? Какова сравнительная пулестойкость стали 36 СГН и 36 СГ? Каковы преимущества и недостатки у шлемов с увеличенной толщиной стенок по сравнению со штатными – 1,14-1,22 мм против 1,20-1,38 мм? Какова сравнительная пулестойкость отечественных немецких шлемов? После проведения испытания оказалось, что штатные шлемы СШ-40 из стали 36 СГН полностью удовлетворяют техническим условиям, как военного, так и довоенного времени. В процессе обстрела по каскам были совершены следующие попадания. Из винтовки, приведенным зарядом – 990, из винтовки нормальным зарядом – 462, из револьвера – 171, из ППШ – 811, из ТТ – 552. Обстрел показал, что сталь 36 СГ почти равноценно стали 36 СГН и обеспечивают пулестойкость, требуемые по действующим техусловиям. Комиссия сочла возможным применение единых ТУ на стали 36 СГ и 36 СГН. Решили, что сталь 36 СГ возможно допустить к валовому производству наравне с 36 СГН. Технологию изготовления СШ-40 на заводе номер 700, операции штамповки и термообработки комиссия сочла правильной. Отмечалось, что толщина стенок значительно влияет на пулестойкость и шлемы с увеличенной толщиной стенок обладают лучшей пулестойкостью. Поэтому рекомендовалось установить минимальную толщину заготовки 1,20 мм, а максимальную – 1,41 мм. Это соответствовало повышению среднего веса корпуса СШ-40 второго роста на 55 грамм. Было установлено, что пулестойкость шлемов отечественного производства значительно выше пулестойкости трофейных при всех видах испытаний обстрелом, при том, что в среднем толщина стенок немецких касок была на 0,1-0,2 мм больше, чем у штатных СШ-40. Это объяснили лучшими свойствами отечественной стали и значительным преимуществом конструкции корпуса СШ-40, у которого, в отличие от германских шлемов, единственным ослабленным местом назывался радиальный переход от козырька к лобной стенке корпуса. Полоска шириной 8-10 мм. У немецких касок ослабленных зон оказалось значительно больше, что хорошо было видно по местам пробитий. При обстрелах из винтовок на дистанции 800 метров пулей образца 1908 года у советских касок было 7,7-10% пробитий, а у немецких порядка 34,5%. При стрельбе из ППШ немецкие каски были пробиты в 41,4% случаев, а советские в 11,5-11,7%. ТТ дал 38,8% пробитий у немецких шлемов против 12,4% у советских. Наган – 29% пробитий у немецких касок. В заключении комиссия посчитала, что необходимо продолжить поиски более пулестойких марок стали, заниматься усовершенствованием технологии производства шлемов и доводить конфигурацию стального шлема до повышения пулестойкости. Кроме того, улучшить конструкцию подтулейного устройства. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте писать комментарии и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok